С началом лета многие отправляются в отпуск, уезжая на море или к родственников. Дом остается без присмотра. Как показывает статистика, именно в летний период совершается наибольшее количество квартирных краж. С начала года славянским отделом МВД было зарегистрировано 13 фактов хищения имущества из домовладений. Шесть преступлений удалось раскрыть по горячим следам. Остальные находятся в разработке. В ходе проведенного нами анализа данные преступления были совершены неквалифицированным способом в большинстве случаев. Это к таким способам относится как проникновение свободным доступом. Когда граждане отходят недалеко в магазины к соседям и забывают закрывать свое домовладение, чем пользуются злоумышленники. Как правило, лица, совершающие данные преступления, в большинстве случаев, находятся и устанавливаются по горячим следам. Ими являются, как правило, соседи, лица, проживающие в небольшом удалении от места совершения преступления из категории ранее судимых, а также ведущие отнеобщественный образ жизни. Часть украденного имущества была возвращена владельцам. Сложность в раскрытии данных преступлений заключается в том, что, как правило, украденное преступники сбывают в больших городах – Краснодаре или Ростове. А там установить скупщика ворованного золота и техники сложнее. Поэтому проявляйте бдительность и не оставляйте свои дома без присмотра. Не оставляйте жилища без присмотра. Просите соседей, чтобы они были более бдительными. Самое главное – никому не сообщайте, куда, насколько вы уезжаете. Также не сообщайте, где находятся у вас запасные ключи. В большинстве случаев, когда было проникновение через замочную скважину, пользовались родным ключом. И в ходе опроса соседей также было установлено, что большинство из соседей знали, где находится запасной ключ от двери и как можно проникнуть в домовладение. Если граждане хранят в домовладение ювелирные изделия, денежные средства, чтобы они хранили их в разных местах, потому что если все будет храниться в одном месте, соответственно, ущерб будет больше. Если оно хранится в разных местах, как правило, злоумышленники, найдя один из небольших тайников, как правило, сразу же уходят, чтобы не оставаться на более длительное время и не подвергаясь риску быть застегнутыми на месте решения преступления. В дом злоумышленники могут также попасть, отжав пластиковую дверь или окно. Их отпугнут наклейки, ведется видеонаблюдение или во дворе злая собака. Но лучше, конечно, на это не надеяться и установить профессиональную сигнализацию, если часто отлучаетесь из дома. Это сохранит не только ваше имущество, но и нервы. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».